Крокодил 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 вырос очень крупным, из-за чего сменил рацион и стал есть немного не то, что обычно едят крокодилы. Например, он часто нападает на бегемотов и буйволов, чтобы именно слопать их, а также очень часто атакует людей, к которым уже давно пристрастился. Статистика ошеломляет и пугает до мурашек. По некоторым данным, за всю свою жизнь эта рептилия оборвала жизни нескольких тысяч людей. Вы спросите, почему же такого опасного крокодила еще не поймали и не ликвидировали? Да потому что это буквально невозможно. Вы можете находиться недалеко от Густава с ружьем, сетями, тросами и даже взрывчаткой, но он все равно сможет избежать смерти. Местные очень много раз пробовали положить конец этому монстру, но все время терпели крах. Если его пытались поймать, он включал суперскорость и мгновенно уходил от погони. Если в него стреляли, пули попросту его не брали. У гиганта аномально толстая кожа, словно броня. Его даже пытались подорвать динамитом, но Густава лишь немного оглушила и травмировала, но не более того. Местные так сильно боятся Густава, что крокодил приобрел в Бурунде статус, близкий к мифическому. А про самого крокодила даже снимают художественные фильмы. Крокодилы – крайне опасные животные, но не только они могут держать в страхе большие территории и население. История знает и другие подобные случаи. Смотрите дальше, чтобы узнать о медведе-киллере, самой опасной тигрице, а также о необычном создании, которое до сих пор остается загадкой. Медведь из Санкебетсу На самом деле, медведи не такие опасные животные, как о них говорят. Они не так часто нападают на людей, но вот если нападение случилось, то шансы выжить будут очень небольшими. А самые-самые опасные медведи – те, которые хотят отомстить. Именно таким был хищник, о котором я сейчас расскажу. Все произошло в 1915 году в сельской местности Хоккайдо в деревне Санкебетсу. Один бурый медведь очень рано вышел из спячки и искал, чем бы подкрепиться. Он приходил в деревню и ел кукурузу, что со временем начало раздражать жителей. Они попытались прикончить его, но лишь ранили из ружья. Японцы посчитали, что медведь понял намек и больше сюда не придет, но очень сильно ошиблись. Он пришел, чтобы отомстить, и месть его была жуткой. В течение целого месяца медведь буквально осаждал деревню Санкебетсу и примыкающий к ней хутор. Трехметровый гигант весом 400 кило не давал никому покоя и держал всех в безумном страхе. К сожалению, во время такой осады он забрал жизни нескольких крестьян. В итоге полицейские и охотники из соседних округов прибыли в деревню и смогли нейтрализовать Косолапова, но тот успел натворить много дел. О медведе из Санкебетсу до сих пор хорошо помнят в Японии. Жеводанский зверь Следующий случай особенный, потому что до конца непонятно, кто вообще держал людей в страхе. Прошло уже много времени, но ученые до сих пор не установили личность животного преступника. Ну или точнее его вид, но обо всем по порядку. Это произошло в 1760-х годах во Франции. В графстве Жеводан на протяжении нескольких лет промышлял зверь, которого так и назвали Жеводанский зверь. Почему так обезличено? Потому что никто не понимал, что это за создание такое. Кто-то описывал его как крупную собаку, кто-то как свирепого волка, кто-то считал, что это гиена-мутант, а кто-то даже думал, что во Франции завелся настоящий оборотень. Все может быть, я даже не исключаю версию с оборотнем. К тому же, Жеводанский зверь был особенно жестоким и беспощадным, прямо как оборотни из фантастических фильмов. За три года зверь совершил около 250 нападений на людей, и никто не смог ему ничего противопоставить. Французы уже начали думать, что Жеводанский зверь – это одержимый демон или кара от Всевышнего, посланная за их грехи. Они надеялись, чтобы от зверя избавились поскорее, и в 1767 году это произошло. Местный охотник Жан Шастель положил конец страданиям французов. Звери, которые держали в страхе целые деревни и острова, были. Звери, которые не давали покоя целым странам, тоже были. А что насчет зверя, который смог держать в страхе сразу несколько стран? Удивительно, но история знает и такой случай. Речь идет о Чамповадской тигрице, которая также известна как Чаронская. Эта самка бенгальского тигра держала в страхе Непал, а также индийский регион Кумаое. Именно там она промышляла в конце 19-го, начале 20-го века. Она была даже опаснее легендарного живоданского зверя. В плане статистики с ней может потягаться разве что Густав, ведь ее жертвами стало по меньшей мере 436 человек. Всего один тигр и более четырех сотен жертв. Сложно даже поверить, что это реально. Чамповадская тигрица делала свои жуткие дела в деревнях. В тех местах их тогда было очень много, и они соседствовали с дикой природой, чем пользовалась тигрица. Обычно хищница совершала нападения днем. Она выслеживала людей, которые уходили в лес по дровам или чтобы собрать корм для животных. Затаивалась в засаде и в самый неожиданный момент настигала своих жертв. Те попросту не успевали ничего сделать. Хищница никогда не оставалась в одном месте слишком долго. Она будто понимала, что успела наворотить много дел и что на нее объявили охоту, поэтому стала менять локации каждый день. В один день она могла быть в одной деревне, а в другой уже в той, что в 30 километрах от первой. Это очень сильно осложняло поиски тигрицы и путало охотников. Между тем тигрица не просто меняла позиции, а продолжала нападать на местных фермеров, заставая их врасплох. Все зашло настолько далеко, что к делу пришлось подключаться правительству и даже армии. Это один из уникальных случаев в истории, когда в борьбе со всего одним животным участвовали вооруженные силы, но даже военные не смогли спасти ситуацию. К счастью, все урегулировал английский охотник Джин Корбетт, которого позвали разобраться с тигрицей. Ему удалось выследить ее вместе со своим отрядом добровольцев, миновать засаду хищницы и нейтрализовать угрозу. Как позже выяснилось, у тигрицы присутствовали дефекты, которые мешали ей охотиться на свою естественную добычу. Поэтому она и нападала на людей. Не только крокодил является опасной рептилией. Комодский дракон вполне может составить ему конкуренцию. Сейчас я покажу вам, насколько прожорливым может быть это существо. Комодский варан Стоит начать описание этого ужасного хищника с того, что он обитает на Земле довольно давно. Были найдены его останки возрастом едва ли не 4 миллиона лет. За такой длительный срок жизни комодский варан отлично адаптировался к окружающей среде, приобрел опасный и грозный внешний вид, вырастил на теле небольшие пластиновидные чешуйки, ну и окрасился в бурый оттенок с редкими пятнами и вкраплениями. Чем старше варан, тем темнее он будет выглядеть. Что же до габаритов этой ящерицы? Они у нее, мягко говоря, внушительные. Длина тела спокойно превышает все 2, а то и 3 метра, а вес может превышать 100 кило. В отличие от большинства животных, самцы комодского варана практически всегда крупнее самок. К слову о длине, львиную ее долю принимает на себя хвост ящерицы. Нередко он составляет аж половину от всего тела. Но не спешите думать, что вся сила варана в его хвосте. То, что он такой большой, совсем не означает, что он крайне сильный. Впрочем, и слабым его назвать нельзя, но об этом позднее. Гуляют вараны в основном по одному, коллектив это не про них. Он является для них желанным, лишь когда речь заходит о размножении. Но и в поиске еды коллектив иногда помогает. Живут эти создания около 50 лет. И здесь снова важно провести аналогию самцов с самками. У вторых, жизнь короче в целых два раза, представляете? И ведь самое грустное, что рассказать о такой печальной судьбе остальным вараны не могут, даже если на их глазах уже скончалась не одна самка. Дело в том, что говорить эти ящерицы не умеют. Они способны лишь издавать что-то вроде шипения, поскольку лишены голосовых связок. В основном, такими сигналами они запугивают врагов или демонстрируют раздражение. Теперь давайте узнаем, как именно охотится этот варан. Во время этого ответственного процесса он использует все, что только может. В ход идут лапы с огромными и острыми когтями, челюсти с зубами-бритвами и даже хвост. Как вы помните, хвост у него большой, а значит не использовать его в битвах было бы как минимум глупо. Комодский варан – умное создание, которое делает все правильно. Оно настолько научилось орудовать своим хвостом, что может им даже переламывать конечности крупным парнокопытным. Этим способом варан лишает врагов способности адекватно передвигаться и со спокойной душой завершает начатое. У местных, рядом с которыми водятся эти хищники, даже бытует вот такая легенда. Однажды к варану подкралась собака. Так хищник настолько сильно ударил ее своим хвостом, что та отлетела по дуге и попала к нему четко в рот. Правда это или нет, решайте сами, но звучит довольно крипово. Почему же у варанов такой сильный хвост? Это не честно, говорят между собой другие животные, обитающие поблизости. Но тут, правды ради, стоит отметить, что та же челюсть комодской ящерицы далеко не показательная. Череп варана легок и не способен уместить достаточно мышечной массы. Отсюда и следует, что укус у этих хищников практически в два с половиной раза слабее, чем у крокодилов. У этих варанов даже стратегия укуса отличается от крокодильей. У варана очень много зубов, которые к тому же имеют изогнутую форму и зазубрины, свойственные акулам. Кусая и пятясь назад, варан разрывает мягкие ткани своей жертвы, нанося ей непоправимый ущерб. Справиться с таким натиском практически невозможно. Особенно если учесть тот факт, что варан нападает из засады, и жертва может быть вообще не готова к битве. При атаке хищник сразу же пытается сбить оппонента с ног, разорвав тому сухожилие укусом или ударив хвостом. Если атака не увенчалась успехом, то жертва преследуется. Скорость бега у комодского варана не самая выдающаяся и редко превышает 20 километров в час. Тем не менее, в шее у него имеется специальная пазуха, которая как насос нагнетает кислород в легкие, позволяя при этом поддерживать максимальную скорость продолжительное время. В большинстве случаев раненое животное не способно долго ускользать от погони, и хищник настигает свою добычу. Кроме всего, он имеет сразу две железы в нижней челюсти, которые вырабатывают яд. Если токсин варана окажется в теле жертвы, у той случится паралич мышц, снизится свертываемость крови и понизится давление. Совсем скоро добыча просто потеряет сознание. Но не только комодский варан является тем существом, которое стоит обходить стороной. Далее вы узнаете о других рептилиях, пугающих своим видом и способностями. Бахромчатая черепаха Обычно, когда человек слышит слово «черепаха», он представляет кого-то милого, медлительного, безобидного и красивого. Кто-то вовсе представляет в голове героев мультфильмов, но сейчас не время сказок. На поле битвы выходит бахромчатая черепаха, или, как ее еще называют, мата-мата. Обнаружить ее можно исключительно в водоемах со стоячей водой, в прудах, озерах с элистым дном или в небыстрых реках. Хотя тут правильнее будет сказать, ни в коем случае не посещайте эти места. Из-за того, что все подобные водоемы богаты на гуминовые кислоты, бахромчатая черепаха отлично сливается с темной местностью, и ее практически невозможно обнаружить. Зато, когда придет время, и перед ней окажется потенциальная добыча, о присутствии маты-маты узнают все. Не заметить эту бездонную челюсть просто нереально. Для нас и многих животных хорошие новости лишь в том, что ее челюсти не так сильно развиты. Это заставляет бахромчатую черепаху рассчитывать лишь на засасывание добычи целиком. Островной Ботропс А это очень красивая, но в то же время крайне ядовитая змея, у которой между глазами и ноздрями имеются мини-термочувствительные ямки. Ввиду того, что островной Ботропс живет лишь на одном необитаемом острове Кеймада-Гранди, находящемся в 35 километрах от Бразилии, нет ни единого официального свидетельства гибели людей от укуса этой змеи, хоть местные и травят байки о постоянном их нападении. Учитывая токсин, содержащийся в Ботропсе, шансов на гибель у человека не так много – всего 7%. Если же противоядие получить достаточно быстро, то вероятность летального исхода по-прежнему не растворится, а лишь понизится до 3%. Попадание токсина в организм сопровождается болью, тошнотой, появлением гематом и последующими кровоизлияниями в головной мозг. И от островного Ботропса быстродействующий и в 5 раз сильнее любого токсина других Ботропсов. Аризонский ядозуб Аризонский ядозуб из США и Мексики является одним из самых ядовитых среди существующих видов ящериц. И это при том, что в длину ядозуб, или как его еще называют, желатье, чуть больше полуметра и весит около 2 килограмм. Вообще, эта ящерица уникальна в своем роде, чего только стоит одна ее возможность ускорять или критически замедлять собственный метаболизм. Чем больше ядозуб переварит пищу, тем быстрее набьет не только желудок, но и хвост. Да-да, излишки преобразуются в жир и отправляются именно туда. Частота питания у него при этом уникальная, не более 10 раз в год. Если вам кажется, что схватить это существо за его хвост бессмысленно, так как ящерицы спокойно его откидывают, вы ошибаетесь. Вот вы бы стали избавляться от ящика полного вещей, или сперва опустошили бы его, а потом выкинули. Вот и тут аризонский ядозуб не собирается лишаться провизии на пару месяцев вперед за одно мгновение. Не отходя от темы провизии, расскажу интересный факт. Ученые выяснили, что у этой ящерицы в слюне содержится особый гормон, способный снижать аппетит. После этого многим в голову пришла идея использовать его как основу препаратов для похудения. Жабовидная ящерица. Это существо, которое не выделяется своими размерами, в длину составляет около 10 сантиметров, питается обычными муравьями, термитами и прочими насекомыми. Детенышей рожает летом, кладка яиц в среднем состоит из 40 штук. Будет логично спросить, а что в ней такого? Почему это существо должно навевать страх? Что ж, это вы просто еще не узнали о ее главной способности. Она может стать суперменом и начать стрелять из глаз. К счастью, стреляет она не лазером, однако легче от этого не становится. Из ее очей вылетает не что иное, как собственная кровь, и смотрится это безумно крипово. А так как кровью это настолько странно и жутко, что у обидчика может снести крышу от подобного. Пока неприятель будет находиться в глубоком шоке, ящерка спокойно убежит. Все это стало реально из-за того, что жабовидная ящерица умеет перекрывать поток крови. Давление в глазах вырастает настолько, что капилляры взрываются, обливая врага плотной струей. А поскольку ящерица, как вы помните, питается муравьями, ее кровь содержит концентрат с раздражающим эффектом. Как итог, обидчик будет не только сильно испуган, но еще и ранен. По эффекту, такой выстрел кровью для хищника можно сравнить с использованием перцового баллончика. Однако выстрелы кровью, какие-то укусы небольшими, но острыми зубами и сильные хвосты – все это меркнет на фоне тайпана Макоя. Эта рептилия не спешит соперничать, проявлять свою агрессию. Она мирно ползет под палящим пустынным солнцем Австралии и не хочет ни на кого нападать. Ведь и правда, зачем куда-то спешить, когда ты являешься носителем одного из самых опасных ядов на свете? Токсин, который эти тайпаны вырабатывают, в 180 раз сильнее, чем у кобры. Его малая доза может прикончить 100 человек или 250 тысяч мышей. Длина тайпана Макоя при этом не слишком большая. Обычно она не превышает 2,5 метров. У змеи красивая коричнево-золотистая чешуя и аккуратная, отполированная и гладкая голова. Благодаря своей плодовитости, тайпан Макоя широко распространен в пустынных и полупустынных регионах Австралии. А теперь я расскажу вам о ящерицах, которые бывают даже мощнее африканского быка. Когда мы говорим о ящерицах, то обычно у нас в голове возникает образ небольшой ящерки, которая просто где-то ползает и вроде как не представляет никакой опасности для человека и уж тем более для крупных животных. Но ящеры бывают разные. И один из них – комодский варан, также известный как комодский дракон. Это настоящий монстр, огромный киллер и самая большая из всех ныне существующих ящериц. Комодский варан может вырастать более 4 метров в длину при весе более 130 килограммов. Среднестатистические особи меньше, но и они поражают своими размерами. В дикой природе этот дракон обитает только в Индонезии, на местных островах. Хотя раньше водился еще и в Австралии. Австралийцы и их животные могут выдохнуть, потому что я бы никому не пожелал делить свою землю с таким опасным громилой. Действительные габариты, но и невероятная сила. В том числе сила челюстей. Одним ударом своего бронированного хвоста этот ящер способен сломать конечности, отправить соперника в нокаут или даже прикончить его. Все животные в Индонезии боятся этого ящера, ведь комодский варан – высший хищник. Это значит, что на него никто не охотится, а вот сам варан может атаковать и слопать кого угодно, и особенно сильно он любит крупную добычу. Буйволы, о которых я говорил в начале, одни из его любимых деликатесов. Да, это не африканские буйволы, которые самые большие в мире, но и местные азиатские немаленькие. Детенышей буйволов варан ест без особых трудностей. Ящер нападает на него, кусает и нередко проглатывает целиком. К слову, проглатывать жертву целиком комодский варан просто обожает. Это его фирменный прием, что-то вроде фаталити. Со взрослыми особями ситуация сложнее, но все решаемо. Как вариант, комодский варан может напасть сзади и укусить неповоротливого буйвола за ногу. Или же он может укусить его за туловище во время битвы. Порой достаточно одного укуса, после чего варан ждет. Дело в том, что комодский варан ядовитый. Ядовитые железы содержатся в его пасти, поэтому рептилия награждает свою жертву токсином через укус. Постепенно в теле буйвола начинают происходить воспалительные процессы, он слабеет, и варан его спокойно добивает и ест. После укуса он может даже пойти заниматься своими делами. У комодского варана очень острое обоняние, поэтому свою умирающую жертву он легко находит по запаху. Ну а если варану не хочется ждать, он может попытаться победить буйвола прямо на месте. Правда, для этого обычно нужна уже хотя бы пара варанов. Одному быстро одолеть такого крупного соперника непросто. Местные буйволы знают о мощи комодских варанов, поэтому предпочитают не связываться с ними. Когда варанам не хочется тратить много сил на охоту, они могут выбрать своей жертвой кого-нибудь попроще. Например, местных козлов или оленей. Пробить их намного легче, чем буйвола. Однако эти копытные куда проворнее азиатских быков, но не беда. Наш варан не промах. Несмотря на свой бронированный внешний вид, он отличается отличной скоростью. Комодские вараны развивают скорость до 20 километров в час и совершают очень резкие выпады в сторону жертв, поэтому козлов и оленей они нагоняют и нейтрализуют без особого труда. А дальше все по классике. Захват, ядовитый укус и расправа. Страдают от этих варанов не только дикие животные, но и домашний скот. Например, лошади или свиньи. По уровню сложности это для комодского варана примерно то же самое, что козлята и оленята. В общем, охота будет легкой. Из-за того, что размеры многих местных свиней небольшие, комодские вараны нередко проглатывают их целиком, как, собственно, и многих других своих жертв. Среди жертв могут быть и обезьяны. Их в Юго-Восточной Азии немало, хватит на всех варанов. Для этих гигантских рептилий местные обезьяны – банальная закуска. Для охоты на них комодские монстры не затрачивают много сил, а проглатывают почти всегда целиком и быстро. Это что-то вроде чипсов для варанов. Комодские вараны не прочь помериться силами и с рептилиями. Именно помериться, ведь это единственные создания, которые хоть что-то могут противопоставить этому бронированному дракону. Взять, например, черепах. Вараны поедают и их, но охота не всегда бывает успешной. Комодские вараны не всегда могут разгрызть черепаший панцирь, что спасает бедолаг. Правда, иногда варанам это удается. Еще один противник варана – змея. Небольших змей комодский варан поедает без особых проблем, а вот с крупными предпочитает не связываться. Они его не очень интересуют, да и он сам понимает, что они могут представлять опасность. Связываться с теми же ядовитыми кобрами даже комодскому варану – не самая лучшая затея. Однако конфликты между ними иногда случаются, и варан обычно выходит победителем, чисто из-за своих размеров. Наконец, комодские вараны могут выяснять отношения с крокодилами. Это, пожалуй, вообще единственные животные, которые могут представлять для варанов какую-то весомую угрозу. Поэтому, если варан и выбирает крокодила на ужин, то выбор делает в пользу небольших особей. Короче, комодский варан опасен для всех, не будем забывать и о нас. Из-за своей агрессии, размеров и ядовитости, комодский варан представляет угрозу для человека. Иногда эти рептилии нападают на людей, и, к сожалению, некоторые нападения заканчиваются трагично. Но такое обычно происходит где-то в глуши. Комодские вараны – одна из главных живых достопримечательностей Индонезии, и есть немало туристических зон с этими животными. Там сотрудники регулярно их кормят, чтобы подавить в них агрессию и злость. Поэтому в туристических зонах комодские вараны безопасны, и ни на кого не нападают. Главное – не донимать их. Надо сказать, люди не только любуются комодскими варанами, но и сами представляют для них угрозу. Из-за хозяйственной деятельности человека, истребления привычной для варанов добычи, а также браконьерства, комодских варанов становится все меньше и меньше. И уже сейчас вид считается вымирающим. Получается, помимо крупных крокодилов, у этих рептилий есть еще один враг. Это мы. А хотя есть и еще один, и это комодский варан. Да, вы сегодня увидели несколько кадров, на которых вараны вместе охотились, но это не значит, что все они близкие друзья, готовые постоять друг за друга. Они скорее готовы съесть друг друга. Среди этих животных распространен каннибализм. Как будто и мало других животных, которые обитают вместе с ними на одной территории. Когда вараны не могут найти еду, а такое бывает, крупные особи переключаются на своих же маленьких сородичей. Комодские вараны поедают молодых и небольших варанов, причем делают это достаточно часто. Ученые подсчитали, что те могут составлять почти 10% их общей диеты. Комодские вараны настолько беспощадны, что их боятся не только свои же небольшие сородичи. Их боятся даже их же детеныши. Как только те вылупляются из яиц, то тут же убегают от матери и прячутся на ближайших деревьях, чтобы родители их не съели. Первые пару лет жизни им приходится проводить в таких вот бегах и прятках, скрываясь в кронах деревьев, где они недосягаемы для взрослых особей. Комодские вараны интересны не только тем, что атакуют и едят все подряд. Мне есть, что еще о них рассказать. Смотрите дальше, чтобы узнать еще несколько интересных фактов про самых крупных ящериц планеты. Размножение Комодские вараны – существа-одиночки. Взаимодействуют друг с другом, а не только когда кормятся или когда размножаются. Что касается размножения, у них классическое спаривание, которое происходит зимой в течение сухого сезона. После этого самка занимается поиском места для кладки яиц. Но все может быть иначе. Комодские вараны могут размножаться и бесполым путем. Этот процесс называется партеногенез. Что это значит? Это значит, что если самцов нет, самки все еще могут отложить жизнеспособную кладку неоплодотворенных яиц. В этом случае все детеныши будут мужского пола. Но зачем Комодским варанам вообще нужна такая фича? Ученые считают, что это может быть связано с изолированностью среды обитания. Это позволяет им основывать новые колонии, если в результате шторма самки без самцов оказываются выброшенными на соседние острова. А вы знали, что Комодский варан вдохновил на создание одного из самых известных монстров в истории кинематографа. Как думаете, о ком речь? Лично я бы тут же подумал про Годзиллу. Между ними есть сходство. Но оказалось, Комодский варан поспособствовал созданию Кинг-Конга. Друг Мэриана Купера, режиссера, который придумал Кинг-Конга и снял культовый одноименный фильм в 1933 году, побывал на острове Комода и написал об этом книгу, в котором назвал Комодских варанов королями Комода. Под влиянием книги Куперу пришла в голову мысль о том, что было бы интересно поймать в Конга настоящую гориллу и заставить ее сражаться с Комодским вараном. Позже идея трансформировалась в сражение огромной гориллы Кинг-Конга с Тираннозавром. Сегодня я вам много рассказал о том, какие Комодские вараны пугающие, жестокие, беспощадные, агрессивные, крупные и так далее. Сложно не назвать этих ящеров настоящими монстрами, но как это иногда бывает, у каждого монстра есть и светлая сторона, и Комодский варан не исключение. Эти ящеры очень любопытные и игривые, прямо как домашние кошки. Содержащиеся в неволе особи играют с лопатами, обувью, фризби, мечом, ведром и пакетом. Также они играют с людьми в подобие перетягивания каната. То, как вараны взаимодействуют с объектами, не имеет под собой агрессии или пищевой мотивации, и поэтому может считаться игрой. А некоторые люди и вовсе считают Комодских варанов дужками, и даже заводят их в качестве экзотических питомцев. Что ж, это их дело. Но я бы точно не рискнул поселить у себя создание, благодаря которому свет увидел Кинг-Конга. А на этом все. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть Комодского варана лично. И спасибо за просмотр.